Если вы желаете пронестись по страницам истории и прийти к началу нашей истории или к истории нашей страны, как в суверенной мусульманской стране, то вы бы заметили, что в то время, в тот период или в ту эру существовали две главные силы сего мира, самые сильные супердержавы или империи. С одной стороны была Персидская империя, и с другой стороны была Римская империя. И обе эти империи достигли пика своего расцвета. Они хвастались политической стабильностью, экономическим процветанием, военной мощью и влиянием, которое они оказывали на большую часть мира. А тем временем на сухой Аравийской пустыне проживал народ арабов, полукочевой народ, разбросанный по всей территории пустыни. Их земля была жесткой, климат суровым, земля бесплодной. Люди разбросанными, разобщенными, необразованными и необученными. И правильнее было бы сказать, что на земле Всевышнего для них ничего не было уготовано. Так много раз завоеватели прошлых времен проходили мимо них, и второй раз даже не смотрели на арабов. Их даже не воспринимали как людей, стоящих завоевывать. Александр Великий прошел мимо них. Римская империя прошла мимо них. Персидская империя прошла мимо них. Они были незаметные, незначительные, необразованные, неграмотные, неорганизованные, разобщенные и разбросанные группы людей, не представлявшие из себя ничего важного в истории человечества. Они были незначительными с точки зрения психологии. Я не думаю, что вы найдете в истории человечества людей, которые закапывали своих дочерей заживо. С точки зрения политики, арабы были незначительны, и цели у них были маленькие. Один из самых великих людей этого народа, но это немного позже, и я здесь упоминаю, когда все это было еще до ислама, пришел некто и спросил, о Умар, какая твоя самая большая цель в жизни? К чему ты больше всего стремишься? Чего ты хочешь добиться? Для чего ты живешь? Он сказал, я бы хотел иметь стадо верблюдов, которые бы я разводил, и от которых получал бы молоко, и жить так комфортно. Это и есть моя цель в жизни. Это был маленький народ, количество населения которого не было столь большим, в отличие от других стран. Но всемогущий Аллах выбрал, избрал и предпочел именно этот незаметный, неорганизованный, разобщенный, необразованный и разбросанный народ, чтобы они стали главными покровителями и распространителями единой истинной религии Всевышнего. Я изучал историю и очень глубоко размышлял об этом. И за свою жизнь я думал, «О Господи, там были римляне, там были персы, там были армии, там были государства, там была власть, там были великолепия и традиции, но ты выбрал этот незаметный, разобщенный, неорганизованный и необразованный народ, чтобы стать хранителями, покровителями и распространителями спасения человечества». И все же, когда этот полукочевой народ, зависший на грани варварства, пришел в ислам, и, как говорится в Коране, «Когда они вошли в ислам всецело, когда ислам стал их жизнью, их сосредоточием, их целью, их всем, всего через несколько десятилетий, этот незначительный, незаметный, неорганизованный, маленький и необразованный народ расширился и протянулся до Гранада в Испании с одной стороны и до Нью-Дели в Индии с другой стороны». Здесь история указывает на определенный момент. Мой Господь показывает здесь урок, и главный момент в этом уроке – это то, что вы можете быть в самой нижайшей точке, незначительным, неважным, неорганизованным и разобщенным народом на поверхности этой земли. Но если вы зацепились за эту верь в Аллах, то вы достигнете вершины человеческого развития. И нет другой второй истины, кроющейся за этим. И пока они держались за эту веру, не было ни одного другого народа, который мог бы показать им свет. В то время, когда пророк, алейиссаляту ассалям, прибыл в Мекку, историки пишут, что было всего 18 человек, которые могли читать и писать во всей Мекке. 18! Ко времени, когда пророк, алейиссаляту ассалям, покинул этот свет, арабы стали учителями всего мира. И тот самый Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, который вчера желал иметь стадо верблюдов, его спросили теперь, после принятия ислама, «О, Умар, какова твоя цель? К чему ты стремишься? В чем смысл твоей жизни? Для чего ты хочешь жить?» Он сказал, «Я хочу прилагать усилия, пока религия Мухаммада не достигнет каждого уголка этой планеты». Маленький народ стал всемирно признанным, незаметный стал значимым, маленькие мечты стали глобальной перспективой. И секретной формулой изменений и успеха явился ислам. Это был ислам.